всем привет друзья это канал теннисный балабол ну что продолжаем с вами обозревать итоговый турнир в сингапуре сегодня я хочу поговорить с вами о матче квитова-плишкова ну что могу сказать ситуация в группе очень запутанная до сих пор еще ни одна из участниц и не обеспечил себе выход в полуфинал даже свитолина среди двумя победами еще не гарантировал себе выход в эту стадию возможно после матча квитова-плишкова свитолина уже будет знать проходит она однозначно либо же ей нужно будет побеждать или же хотя бы выигрывать сет у возняцки и даже квитова который пока еще не выиграл ни одного матча все-таки еще имеет пусть небольшой но все-таки шанс для выхода в полуфинал но для этого конечно же ей нужно в первую очередь самой побеждать и причем делать это желательно в двух сетах ну и плюс рассчитать на то что свитолина одержит победу над возняцки пока конечно петер смотрится как-то не очень уверена много брака в игре чешской теннисистки причем в прошлом матче с возняцки у нее было столько ну вот прям таких глупых ошибок особенно у сетки когда она пробивала прямо в сетку когда казалось бы свободный корз был и других очень много моментов да в то же время ее теннис такой агрессивный предполагает большое количество невынужденных ошибок но все-таки слишком пока много пляшкова тоже как-то не слишком стабильно была в матче с сетолиной и на своих подачах проваливалась часто да и тып на ногею немного смущает возможно он как бы ей и не следует дискомфорт особого по игре но все-таки мне кажется не просто проста он и мне кажется все-таки играет сейчас возможно на таких обезболивающих каролина пышкова я не думаю что петра это свои минимальные шансы этот матч просто возьмут и сдаст все-таки уезжать сингапура с тремя поражениями ну не самый такой приятный вариант будет для чешской теннисистки побеждать нужно считаю и в любом случае даже принесет ли этой победы ей возможность выход в полуфиналу ну и по личным встречам квитова ведет уверенно у плишкова и поэтому в этом матче хочу все-таки поверите в петру квитову который надеюсь все-таки в третьем матче покажет более стабильный более уверенный теннис и уже в принципе терять тут нечего и нужно побеждать в любом случае и она будет уже действовать свободно я считаю потому что давить на нее достаточно ничего уже не будет а вот плишкова все-таки победу одну я думаю больше таки больше не отличить потому что она понимает что ей так иначе нужны как минимум сеты а желательно и победа конечно же все будет зависеть и опять-таки повторяюсь от второго матча но все-таки сейчас повторяю я хочу поставить этот матч на петру квитову ну вот такое было моё мнение на данную встречу друзья напишите что думаете вы по поводу данного матча а также кто вы думаете выйдет из этой группы в полуфинал не забывайте подписаться на мой канал если чего этого не сделали тогда жмите колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски которые будут выходить теперь более регулярно да я отмечу что связи с таким достаточно крупным турниром престижным вы можете пробовать ставки на бэйт сити где очень немало статических ставок интересных в отличие от большинства других контор а при регистрации по ссылке в описаниях к этому видео вы сможете получить на свой счет фрибет размере 500 рублей как обычно желаю всем удачи и увидимся с вами в новых выпусках всем пока